Решил начать снимать, точнее как, решил просто подснять типичный свой день, потому что периодически у меня люди спрашивают, какого хуя заказы не делаются, там, ремонт и не ремонтятся, и все в этом духе, вот. В данный момент сейчас 10 часов утра, собственно, мы, я и мой жен, мы закончили тренить, потому что если сейчас хоть мало-мальски не подвергать себя активному образу жизни, то я начинаю разваливаться на запчасти, вот, а так хотя бы я прочувствовал формулу, если раз в, там, не знаю, дня хотя бы три, или типа того, ходишь тренироваться, ну или в принципе какую-то активную деятельность проводишь, то как раз на три дня хватает зарядки, чтобы не сходить с ума и не разваливаться. Ну вот, конечно, в идеале надо каждый день ходить, ну ладно. Вот, поэтому сейчас следующий, следующая остановка, это уже дом, и после нее веселый день. Коротенькая задачка, всего-то навсего нужно отправить раз посылка, два посылка, три посылка, благо по мелочи, потому что обычно набегает куча коробок, крупных приходится их, в том числе отправлять сейчас еще промежуточная, так скажем, задача. У меня тут лежит одна очень интересная 3080, я бы так сказал, посмотрим, что с ней будет, так скажем, у нее очень интересная история, поверьте мне, вот, вот, эта карта одна такая. Пока я не могу про нее ничего, к сожалению, рассказывать, так скажем, иначе, ну, подставлю очень много людей, но сам факт, что вот, у нее очень интересная история, так скажем, небольшая интрига, может быть, когда-нибудь расскажу. Так, сейчас от меня требуется времени, у нас уже 11.28, я только приперся, потому что пешочком, дабы, опять-таки, хоть как-то двигаться. Многие, я думаю, уже могли заметить, что, в принципе, у меня бывает иногда чисто, но буквально вот этот срач весь накапливается за пару-тройку дней работы. И, соответственно, каждое воскресенье я себе уже давно взял за правило полностью убирать всю мастерскую и, собственно, вывозить весь мусор, все коробки лишние, все, что остается, короче, всякий вот этот вот хлам. Поэтому сейчас я быстренько, так как я своей, собственно, уже, помните, знакомой, собираю вот этот вот суперкомпухтер, туда осталось сделать видюху собрать, и сейчас я буду собирать из говна и палок 1070. У меня есть живой текстолит, вроде бы как живой, без видеопамяти и без GPU. Я хочу провести небольшой эксперимент, в принципе, все должно проканать. Я сделаю самую холодную 1070, которую только можно сделать, потому что это, по сути, вот родной охлад, вот такой, да, здесь у нас 5 термотрубок. А есть у меня охлады стриксовые, опять-таки, которые у меня на Авито в том числе продаются. Это вроде бы как от 2070 или 2080 стрикса, но можно посмотреть, во-первых, здесь полностью все совпадает по креплениям, все идентично. Но термотрубок здесь уже, во-первых, 6, ну и, в принципе, она такая более с массивным радиатором, нежели вот эта вот стоковая от 1070, ее родная стрикса. Так скажем, соберем красивую видеокарту в эпоху, когда видеокарт нет нигде, вот, за 0 рублей, потому что у меня, по сути, есть и видеопамять, и GPU-шка где-то 1070. Ну, как говорится, можно было снять целый видос про сборку из говна и палок видюхи, но, блин, опять-таки, все сейчас упирается суккубом во время, поэтому сейчас соберу вот эту карту и поеду, по сути, это уже на почту. Итак, вот так у нас выглядит промежуточный вариант. Сейчас доска полностью максимально отмыта, так как, как говорится, делают для своих сразу. По трем брусселям вот этим я поставил предохранители во избежание того, что и орки пробьются, хотя про эти стриксы, могу сказать, крайне редко они вылетают на них. Не знаю, как уж так там все с этим связано, не разбирался. В любом случае, это все дело сохнет. Сейчас моя задача 8 чипов видеопамяти, GPU отриболить, посадить на ту доску и будем надеяться, что все это дело запустят, потому что GPU, опять-таки, донорский, хз. Сейчас у нас на часах 11.53, вот посмотрим, за сколько я управлюсь. На часах 16.45, а я не сделал ровным счетом ни хрена, успел за это время собрать эту чудо-карту с охлаждением от, собственно, 20.70, достаточно прохладный, я бы так сказал. Ну, опять же, 10.70 и такой толстенный охлад. Ладно, это все ерунда. Что сейчас осталось сделать? Сейчас ко мне уже успел выдать пару ремонтов, сейчас ко мне едет еще там человек кое-что забрать, я, наверное, не буду его дожидаться, сейчас, собственно, вот эти вот все посылки, пока почта еще открыта, нужно успеть отвезти, все как обычно. Также за это время успел уже починить три видеокарты, но это помимо вот этой, то есть пришел человек, я при нем одну карту сделал, потом две еще, ну там херня была по мелочевке сбитые элементы, вот, поэтому, в принципе, если так подумать, я не сказать, что просто ни хрена не сделал, все-таки что-то я даже сделал. Но, опять же, можно сказать, вот 5 часов уже конец рабочего дня, условно, да, у меня еще конь не валялся. Ладно, в любом случае, сейчас едем на почту, все это дело еще там из ДЭК, по-моему, отсылаем и приходим. Надо еще в ДНС, точно, надо еще в ДНС кататься для этого системника, как раз-таки докупить кульки, чтобы все было красиво и изящно, монитор будет 32-дюймовый за 5000, опять-таки, который в электростоке, если вдруг кому-то интересно, хотя вряд ли. Ну и, по сути, все, вот сегодняшний день уже, можно сказать, он закончился, при этом не сделано, ну, крайне-крайне мало, именно поэтому клиенты многие мне негодуют, почему вот это вот вообще образуется, да, вот как, каким образом, ну, потому что крайне много вот этих вот, казалось бы, незначительных дел, но которые нужно делать, потому что никто их, кроме тебя, не сделает, соответственно, приходится кататься, еще что-то. Я более чем уверен, уже на этом моменте многие начнут комментировать, что, типа, а что ты не возьмешь там и не сделаешь какую-нибудь курьерскую доставку, ну, короче, начнут предлагать делегирование полномочий, потому что, ну, некогда даже заняться тем, чтобы заняться делегированием полномочий, понимаете, вот в чем беда. Да, и вот такие вот бывают огорчения, что забыл совсем, что сегодня блядская суббота, сегодня другой график с ДЭКи, ладно, зато на почте вроде как должны еще работать. Короче, нигде я не успел сегодня, поэтому почта теперь откладывается до понедельника, и Максим Скриданенко увидит тестеры, я думаю, не скоро, я уже, наверное, вторую партию смогу сделать. Это коротко о том, какие помещения, в принципе, можно найти в Бутово. Он примерно такого уровня, то есть халу по халу, но зато, в принципе, я думаю, что можно договориться. Получается, что завтра СДЭК у нас все равно остается, так скажем, я решил подождать одну клиентку, и, кстати, проебал момент как раз-таки всей этой отправки. Это вот еще один минус, когда зашиваешься, не чувствуешь абсолютно времени. И для тебя суббота, воскресенье, понедельник, вообще нет разницы, ты не помнишь, какой сегодня день, какое расписание, то есть это в голове вообще не держится, ладно? В любом случае сейчас еще в ДНС, значит, я надеюсь, что там хотя бы меня порадуют заказом, и, собственно, соберем хотя бы комп. ДНС родимый, сейчас заберем заказик и поедем домой. Минутка демагогии. Вот многие мне говорят, Витя, начинай открывать бизнес, снимай помещение. Вот иду я по Бутово, вот, к слову, мой дом. Помещение, которое я хотел, к сожалению, сняли ведисты. И это такой, знаете, каламбур получается, точнее, судьба не лишена иронии. Потому что достаточно много раз я помогал ведистам, в принципе. Ну и, знаете, такое просто странное ощущение. Хотя я максимально не религиозный человек, просто у меня друзья есть ведисты хорошие, которым я частенько там как-то помогаю. Советы материальные, помощь просто какая-то там. Ну, такое, знаете, некоторая доля благотворительности. Я вообще, в принципе, легок на подъем. Кому-нибудь скинуть бабла на какую-нибудь реально годную тему. Чтоб человек там развился, что-то хорошее начал делать. Может быть, кто-то меня считает меркантильным уебком. Отчасти это так и есть, наверное. Но когда дело доходит до действительно каких-то хороших дел, то, ну, у меня проблем нет. Опять-таки, те, кто меня давно смотрит, знают, они и так это, в принципе, замечали. Так вот, и помещение сейчас в этом Бутово найти просто нереально. Вокруг строятся, открываются одни вот там всевозможные строительные материалы. Ну, и то они уже исчезают, потому что район-то почти подстроен. Салонов красоты. Только у меня вот в этих трех домах, по-моему, по одной или по две штуки. Вот в моем точно два. И сейчас третий открывается. То есть при этом красивых людей что-то больше не становится. Барбершопы, аптек, цветочных магазинов. У меня иногда вопрос вообще, как они конкурируют и как они выживают. Потому что неужели настолько жесткий спрос на все эти услуги, там, ноготочки, макияжик и цветочки, что им хватает на аренду, зарплату еще на, там, чай с черной икрой. Короче, это, ну, вот, кстати, в салон красоты. Вот просто весьма открытый. И получается, что либо, ну, снимать где-то в Москве, но этот вариант отпадает сразу по той причине, что я уже это все дело проходил. И кататься в Москву, ну, особенно зимой из Бутова, блядь, где-то повеситься проще серьезно. Вот. Поэтому мой самый грандиозный план, это действительно, блин, молиться, надеяться, искать, что какое-нибудь помещение создадут. Соответственно, в него переехать. А уже впоследствии копить, копить, еще раз копить, брать ипотеки, в кредиты, в долги и реально покупать какое-то свое тупо помещение. Потому что на сегодняшний день то, что мне нравится и то, что я хочу приобрести, стоит 7,5 миллионов рублей за 45 квадратов на первом этаже, при условии того, что это не коммерческая недвижимость, это жилое. Его придется переделывать. Короче, весело. Типичный бутовский сталкер с электросамокатом, с, соответственно, рюкзаком одет. Такое ощущение, что с трех-четырех трупов снял то, что было получше и одел. Да, романтика. На часах у нас уже почти без пятнадцати семь вечера. С системником я закончил, столько всяких свистоперделок и веселухи. Но, опять-таки, компухтер собирается для особи женского пола, поэтому он должен быть красивенький. Вот, видеокарта единственное, что немножечко провисает. Но, с другой стороны, чтобы вы понимали, в суперпозишене, в режиме игры, в 8К режиме, 56 градусов. То есть, это, по сути, вот, игровая нагрузка, 56 градусов. Правда, при открытом, понятное дело, стенде. Точнее, корпусе. Теперь давайте поговорим, в принципе, про сегодняшний дыр в сюжете, так как я не рассказал, а что вообще, с чего начинается мой день. Чтобы вы понимали, каждый божий день я просыпаюсь в 7 часов ровно. То есть, я не могу спать дольше. Причем, часто бывает, что я просыпаюсь в 6, либо в 6.30. После этого я полусонный, но при этом я в таком состоянии, что мозг уже начинает работать. То есть, идут мысли, я сразу вспоминаю, какие у меня недоделанные заказы, какие дела надо сегодня сделать. Короче, планируется максимально весь день. Я иду в ванну, где-то минут 30, иногда час я валяюсь и пытаюсь там собрать себя в кучу. Смотрю утреннюю как раз-таки, условно, почту, да, то есть, ВКонтакте, все сообщения в телеге. Отвечаю сразу на все, что только могу, чтобы потом уже в течение дня меньше было каких-то вот таких проблем с общением с клиентами. После чего завтрак, одеваюсь, какие-то иногда простенькие там дефекты. С утречка могу встать, сразу починить, устранить и там отправить. И в идеальном случае, когда вот было потеплее, я каждый день ходил в зал. Сейчас хожу реально там раз в два, в три дня в среднем. Устараюсь, по крайней мере. Иначе, опять же, говорил, я начинаю разваливаться. Соответственно, после всего, после зала, как раз-таки уже примерно там часов в одиннадцать я дома, и начинается основной рабочий режим. То есть, начинается вот это вот все отсылание посылок. Там, особенно сейчас, опять же, да, вот у меня в свете последних событий, связанных с этими ебанными материнскими платами леновским. Правда, у меня вот, ну, их сейчас начали, как ни странно, заказывать активней. То есть, вот они, как отсортированы. Я не проверял там ни хрена вообще. Мне там просто вот после этого последнего стрима, многие люди начали говорить, ты точно знаешь, какие там живые процессы, а какие нет. Парни, я как бы нерелигиозный человек, уже это рассказывал кучу раз. Я могу поклясться на чем угодно, если вам это будет так спокойнее, но это будет лицемерие. Я не проверяю это ничего. Я проверял только то, что вот написано в самом прайсе. Взамен этого вы можете запросить любые замеры, все, что хотите. Вот тут все, что вам нужно, без каких-то проблем я потрачу даже на это время. Но у меня нету возможности каждую плату прям дефектовать подробно. Ну, прикиньте, 130 плат сделать диагностику бесплатную. Вот вы как? Как вам норм? Как бы мне, допустим, нахер это не нужно. Соответственно, все эти платы, опять-таки, они вот, ну, к сожалению, в таком состоянии. Именно поэтому люди заказывают. Я им сейчас особенно все это скидываю, рассказываю, объясняю и все такое. Вот, опять же, там некоторые платы, ну, если вдруг кому интересно, на HQ-процессорах, да, девятых, там практически все процы с нормальными сопротивлениями. Это единственные платы, которые я именно за меры чисто процовые делал. То есть ни дежурка, ни ведло, ничего, просто процы я проверял. Потому что, ну, все-таки стоят они денег. И там, по сути, вы за цену матери получаете проц. iOS, i5, i7, i9 поколения, 1060, 1650 Ti ведло, без видеопамяти, разумеется, и хаб 3070. То есть вот это просто суммарно посчитайте и поймете, что суммарно эти запчасти по отдельности стоят там где-то под двадцатку. Так вы их получаете там за 10-12 тысяч рублей. При этом сразу хочу сказать, там, ну, я парочку брал, бутгвард не активирован. То есть хаб подойдет куда угодно. Ну, да ладно, это опять самореклама. Я думаю, что сейчас надо закончиться на том, что примерно вот сейчас основная моя проблема в том, что время абсолютно не ощущается, не чувствуется. Я его стараюсь проводить с максимальной пользой, но при этом все равно прогораю в плане того, что вот такие вот висяки остаются. Да, причем самое, что здесь, наверное, обидное, люди готовы бешеные бабки за это платить. Вот серьезно, никогда такого еще не было. Люди готовы без проблем расставаться с 20, 30, 40 тысяч рублей за подъем видеокарт. Но фигня в том, что даже сейчас деньги постепенно перестают быть мотиватором, когда у тебя, ну, по сути, каждый такой заказ, и частенько попадаются сложные, а частенько попадаются простые. Разумеется, простые ты стараешься делать в первую очередь. Ну, как бы, я думаю, что понятно, почему, чтобы они не лежали просто так. Вот сегодня, допустим, даже чел пришел, я сразу увидел сбитые элементы на видеокарте. Я прям при нем сделал только потому, чтобы она потом у меня не лежала. То есть я мог там ему сказать, условно, что оставьте и прочее. Я сказал, все, давай, сейчас, чувак, иди, иди, пожалуйста. Ты в таком режиме. Вот, к тому же хочу заметить, что основная, наверное, так скажем, фишка, почему я до сих пор, мне кажется, держусь на плаву, это то, что я стараюсь делать все быстро. Это то, о чем мы дискутировали с Саней, с моим новым товарищем-ремонтником, который наскоро должен приехать, что главная тема не то, насколько круто, качественно и умело ты чинишь технику, а насколько быстро ты можешь ее починить. Я думаю, что многие, те, кто владеет сервисными центрами, со мной отчасти, наверное, согласятся, потому что решает количественный ремонт. К сожалению, некачественный. Точнее как. Я стараюсь придерживаться должного уровня качества, чтобы, ну, во-первых, я даю гарантию на все это дело. Во-вторых, я пользуюсь нормальными расходниками, я не спешу, то есть у меня нет такого, у меня вот даже недавно приходили люди и спрашивали, нужно у вас купить там доску на 10-70, у вас наверняка много остается. Нет, фигня в том, что реально у меня 97% заказов поднимаются. То есть я их поднимаю до победного, высылаю, то есть мне нет куда иногда даже донарям браться, потому что те, у кого куча донарей, как правило, это ремонтники, у которых, ну, либо нихера не поднимаются, либо еще что-то, они это все дело выкупают, либо им оставляют. В моем случае реально у меня даже донарей нету. У меня есть вот эти вот, сколько, 6 коробок видюх за 2 года скопились. То есть посмотрите у любого сервиса по ремонту видюху, у них этого говна будет просто валом. Ну, это ладно, это так. Соответственно, первоочередная задача и мой совет, ребята, старайтесь делать быстро, старайтесь именно, ну, как бы входить в этот режим, не вальяжного ремонта, а если хотите зарабатывать больше, то есть у вас варианты только увеличения своей производительности. То есть учитесь аккуратно и быстро работать, и качественно. То есть вот эти вот все факторы, постарайтесь просто-напросто. Это сложно, поверьте мне, но когда вы в этот тандем, точнее, режим входите, если вы перед собой цель эту ставите, то поверьте мне, спустя там месяца 3 вы начинаете работать реально гораздо производительнее. О чем я говорю? Начиная от простых вещей, типа быстрой разборки каких-то вещей, того же ноутбука. Вы его крутите не вот так, вот еле-еле, там, посматривая в экран, может быть, фильм включили, и вот один болт скрутили, второй. Просто раз-раз-раз, раз-раз, 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 раз-раз. Все это раскрутили, вытащили материнку и сразу уже приступили к ее диагностике, чтобы не откладывать это все в долгий ящик. То есть вот, казалось бы, даже на таких разборках-сборках очень много времени теряется. Я уже приводил в пример то, что, опять-таки, ну, тут два фактора. Первое, что я, в принципе, все стараюсь делать быстро. Второе, что меня подстегивают еще и вот эти вот прикольные коробочки, что я стараюсь делать по две-три видеокарты одновременно. И сейчас моя выработка, вот, допустим, за сегодня получилось сколько там? Три видеокарта всего я успел сделать. Притом одну при клиенте, по сути. Обычно я стараюсь придерживаться где-то пяти единиц техники в сутки ремонта. Неважно, сложный, простой, просто пять. Вот мне надо это сделать. Иногда бывает такое, что ты начинаешь что-то делать, и оно не получается. Ты это откладываешь, берешь другое. Главное, тебе норматив условно свой поставленный выполнять, если у тебя есть поток ремонтов. Только тогда будет дисциплина, только тогда будут ремонты делаться. Если это все, вот я сейчас буду так же, как некоторые ремонтники, делать вальяжно, развалившись, еле-еле, душа в теле, все в этом духе, то, ну, реально, эта гора будет просто каждую неделю, но вот умножаться на два, и все. И я просто зарасту этими заказами, уже буду путаться дико, и все, как бы, ну, придется реально закрываться и останавливать это все, иначе с ума сойдешь. Вот, еще один немаловажный фактор, с которым хочется разобраться и рассказать, и объяснить мое видение, мое ощущение. Опять же, я никому ничего не навязываю, это сугубо мои мысли. Многие сейчас воспримут их наверняка неправильно, но я все-таки адресую их людям, которые способны мыслить. Что большинство ремонтников, я уже поднимал этот вопрос, но вскользь, в основном, не умеют тратить заработанные деньги. Именно поэтому, мне кажется, это второй фактор, почему большинство ремонтников условно нищие. Не потому, что у них нет заказов, а потому, что они не умеют грамотно распоряжаться, во-первых, финансами, которые они с этих заказов имеют. Во-вторых, они не умеют, но это уже отдельная тема будет, скорее всего, грамотно продавать себя и грамотно свой прайс расписывать. Опять же, мы, я думаю, уходим от тематики того, что неоткуда брать клиентов, я не знаю как, клиенты готовы 500 рублей платить и прочее. Это мы с вами на стриме уже обмусолили миллиард раз. Это все решаемые проблемы. И вот там посмотрите на любого человека, который так или иначе сейчас начал вести канал. Опять же, я там могу, думаю, привести в пример, Леонид согласится или нет, Леонид, рем-лаптоп, да, с Питера. Дима, мафия 67, со Смоленска. Откуда, кстати, Саня. И там работы, условно, нет. Но за счет вот Пикабу и канала у Димы кучи заказов. Он просто завален, он не знает, что с ними делать, условно. Да и кого там еще можно сейчас привезти с таких свеже, так скажем, открывшихся. Наверное, сейчас в ум просто не приходят. Еще есть тоже ребята. То есть вот, без каких-то проблем люди нашли себе клиентов, которые готовы при этом платить им кучу денег. Но вопрос в том, что я сейчас не про них, а в принципе про тех, кто даже, может быть, нормально зарабатывает, но они сливают деньги на какую-то хуйню. Я за себя могу сказать, что за последний вот год, наверное, ну, это по мне, наверное, можно заметить, что я всегда в одних и тех же вещах там записываю видосы, стримлю, все в этом духе. То есть основные деньги, которые тратятся, это покупка разного оборудования. Вот типа вот такого. Там всяких паялок, лейк и прочей херни. То есть при этом в какой-то момент ты начинаешь ощущать, когда в этом конвертном режиме работаешь, то ты, по сути, не ощущаешь ценность денег. Это может быть сейчас как-то по-странному прозвучит, но для тебя просто деньги реально превращаются сугубо в ресурс. То есть не в цель твоей работы, а именно ресурс, который тебе позволяет условно работать в удовольствие. Потому что я это всегда агитирую и говорю, что работать надо в удовольствие. Деньги не должны быть конечной целью, конечным продуктом вашей деятельности. Это всего лишь навсего условно благодарность людей за то, что вы работаете и восстанавливаете технику. В первую очередь вы должны кайфовать от своей работы. Если у вас этого кайфа нету, или если он быстро пропадает, то серьезно лучше поищите другую работу, иначе это просто-напросто замкнутый круг будет. Вы будете страдать. И при этом, поверьте мне, когда вы страдаете и занимаетесь ремонтами, денег у вас точно не будет. Вот это тоже такая, это аксиома. Но, поверьте мне, это уже проверено. И я думаю, что любой ремонтник подобный подтвердит. В любом случае, сколько у нас там уже? Все. Семь часов. Да, семь часов сейчас. Я в семь как раз таки все иду сейчас. В неочередной раз в ванную. Отмокаю там часок. И в восемь уже иду. Чисто там включу какой-нибудь фильмец, или там почитаю что-нибудь. И баньки. Вот примерно такой у меня цикл рабочий. И происходит каждый божий день. Как день сурка, знаете. Но опять-таки, учитывая только то, что я кайфую от своей работы, ну, в большинстве своем, это до сих пор меня как-то подстегивает. Вот в идеале, конечно, сегодня должен был быть еще видеоролик. То есть я должен был снять по-хорошему видеоролик, чтобы его завтра выложить. Теперь я не знаю, либо я буду завтра с утра в попыхах его снимать, благо он там коротенький будет. Мне кажется, наверное, да, на завтра перенесу не выложить. Потому что, опять-таки, вот я нарушил свою традицию выкладывать один раз в неделю видеоролики. Это тоже пагубно влияет на канал, допустим. Он в поиске начинает херовьей отображаться. Короче, видите, постоянно куча нюансов, которые тебе нужно быстро делать. Быстро, быстро. Скорость решай. На этом все, ребят. Надеюсь, что ролик вам понравится, а может быть не понравится. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Короче, вот это вот всю чепуху. На этом все. Хорошего всем настроения. Пока.